Получил сообщение, открыл ссылку и лишился денег на банковской карте. О случаях телефонного интернет-мошенничества в нашей республике рассказали в МВД. То, что нельзя открывать ссылки в сообщениях с незнакомых номеров и адресов электронной почты, россияне более или менее усвоили. Так что мошенники пошли дальше. Теперь ссылка, способная лишить вас честно заработанного, может прийти, к примеру, с номера начальника или соседа. В последнее время злоумышленники пытаются распространять видоносные продукты, через зараженный телефон. То есть как это делается? Как правило, после заражения телефонного аппарата, ну, допустим, одного из абонентов Чувашской республики, происходит рассылка самого доносного пакета внутри телефонной книги. Вот один из тысячи видов так называемого бесконтактного мошенничества. За этот год жители Чувашии так или иначе попались на удочку 415 раз. И это только те случаи, которые зафиксировали правоохранительные органы. Начали появляться потерпевшие, которые заказывают, например, билеты на самолет через интернет, попадают на фишинговый сайт, вводят данные своей банковской карты, потом впоследствии преступники снимают у них деньги. Либо находят интернет-сайт, где-то дом отдыха какой-нибудь. Интернет-сайт тоже оказывается фишинговым и переводят деньги преступникам для забронирования тех или иных комнат, жилья. Впрочем, иногда мы сами ищем себе приключений. Так школьница из Чебакса решила через интернет купить ответы на вопросы предстоявшего ей основного государственного экзамена. Ответов девушка, конечно, не получила, зато перевела мошенникам 64 тысяч рублей. В Министерстве образования просят учеников и родителей быть бдительнее. Воспользоваться чем-либо, кроме собственных знаний на экзаменах, все равно не получится. Везде, в девятых классах оффлайн, в одиннадцатом классах онлайн придется полная запись, наблюдение. Если кто-то увидит, что есть шпаргалка или телефон, даже если он не пользуется им, если вы выявили, то сразу ребенок удаляется с экзамена. Результаты аннулируются, естественно. Прямо сейчас, пока вы смотрите этот сюжет, мошенники придумывают новые способы обмана. Будьте внимательны, чтобы не стать мухой во всемирной паутине. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Борис Андреев, Республика.